Михаил Стриженов. Многие эксперты говорили, что Китай не поддержал политически России, так как Китай хочет забрать Тайвань и заберет, когда начнется война в Украине. Война началась, но Китай Тайвань не забирает. Что хотел Китай? Почему не осудил агрессию? Для Китая это очень важный эксперимент был, то, что происходило в Украине. Попытка агрессивной растущей империи, Российской империи, продолжить территориальные захваты. Китай это тоже довольно агрессивная империя, может быть более осторожная, которая захватывала территорию Тибет, огромная территория, которая пыталась усилить свое влияние в Казахстане, которая захватывала Гонконг и которая планировала захват Тайваня. Ну, знаете, так же как рядом с Украиной оказалась Великобритания, Польша, Словения, Чехия, рядом с Тайванем находится Южная Корея, Япония. И сам Тайвань обладает достаточно сильной армией. И несмотря на то, что Байден фактически повторил то, что он сделал с Украиной, в Украине он сказал, что мы не будем вмешиваться в конфликт с ядерной державой, фактически предложил России захватывать территорию Украины. Здесь то же самое, мы не будем вмешиваться, сказал он, в конфликт Китая с Тайванем. Мы призываем Тайвань действовать мирными средствами, дипломатически захватывать Тайвань. Ну, у Китая перед глазами очень хороший пример, чем может закончиться для самого Китая попытка захватить Тайвань. Попытка умиротворить Гонконг чуть было не вызвала внутренние серьезные дезинтеграционные процессы в самом Китае. Пришлось придумывать этот вирус, COVID-19, чтобы остановить, в том числе, чтобы остановить процессы протестов в Гонконге, которые росли и начали получать поддержку и в континентальном Китае. Вот, Китай, ну, они умнее, но у них своих проблем много, понимаете. Сама эта конструкция, коммунистический Китай, развивающий рыночную экономику, пытающийся подчинить себе рыночные инструменты, которые, ну, просто существуют в конкурентной среде и не могут подчиняться, там, коммунистическим, государственным даже указаниям. Вот, так что Китай проявил некоторую мудрость и дальновидность. Наверное, рассчитывает в будущем тем или иным способом решить эту проблему, но понимает, что шансов теперь благодаря России, кстати говоря, таким способом решать проблемы значительно меньше. Субтитры создавал DimaTorzok